итак привет всем мои дорогие друзья сегодня мы с вами увидим новый очень интересный видеоролик в котором ракета компании spacex f9r взлетит на высоту 1 километр или 1000 метров очень странно видео мы сейчас его посмотрим с вами и обсудим все что будет здесь показано будет обсуждаться нами и мы примем правильное решение что же мы увидим в итоге и так смотрим ролик а потом обсуждаем и 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Итак, друзья, вот такое вот странное и интересное видео мы сейчас с вами рассмотрим. Первоначально давайте посмотрим на площадку, с которой все происходит. Видим стартовую площадку, какой-то квадратик, установлена ракета. Рядышком стоит водонапорная башня. Здесь такого темного цвета дороги. И видим, что это поля или фермерские угодья. Возможно, здесь плантации, где фермеры выращивают свои растения. Также видим вот этот вот кустик. Отсюда ведется видеонаблюдение одной камерой. Мы видели разбегающихся животных, коров. По всей видимости, это вот стадо пасется. И где-то в том районе установлена была камера, что снимала ракету еще с этой стороны. Чуть дальше реально видно фермы или жилые здания какие-то, постройки, где, возможно, находятся люди и техника. И вот они показывают нам весь этот взлет, друзья. То есть, съемка ведется тоже с квадрокоптера, возможно. Первоначальные кадры, воспламенение двигателя. Ракета начинает подниматься медленно, но поднимается. Очень плавно. Вот бегут у нас коровки. Коровки, маленькие, большие телята. Видим подъем ракеты. Видим вот тут вот водонапорную башню. Рядом на заднем плане, с правой стороны, видна тоже еще одна ракета. И еще одна водонапорная башня. То есть, здесь какой-то огромный стартовый полигон. Смотрим на облачность. Видим небольшую облачность. Небо, в принципе, голубое. Но тучки есть. И очень медленно и плавно поднимающуюся ракету. На ней написано SpaceX. И пролетевшую птицу мы только что заметили. Обсудим ее немножко позже. Ракета очень медленно поднимается вверх. Все рассчитано у них каким-то образом. Ракета не заваливается ни вправо, ни влево. Показывает нам вот эту съемку сверху. Здесь видно вот по точкам. Такое впечатление, реально разбегаются животные. А рядышком расположена вот водонапорная башня. Тень с правой стороны вот здесь снизу. Также вот от ракеты мы видим взлетаем. Есть тень с правой стороны снизу. В этот момент бегут животные. Ракета поднимается. Тень тоже удаляется. Как будто бы съемки реальные. Ракету немножечко шатает в разные стороны. Но она летит более-менее хорошо. Не заваливается никуда. Когда съемки поднимаются сейчас выше, мы видим уже, во-первых, вот огромное какое-то поселение. То ли фермерское, то ли жилое, то ли промышленное предприятие здесь производства. Но наверняка здесь есть люди. И взлет этой ракеты очень и очень опасен в таких близких условиях. Когда ракета взлетит еще выше, вот здесь очень хорошо видно, то на очень близком расстоянии, помимо вот этих лесов и полей, видны жилые дома. Одностоящие. Наверняка это маленький город или деревня. То есть, каким образом можно запускать ракеты такие вблизи таких жилых поселений, очень странно. Она может потерять курс и просто-напросто врезаться или упасть на головы этим жителям и людям, тем, кто там работает и живет. Медленно поднимается. Вот сейчас смотрим за пламем огня. А вот она вообще останавливается в воздухе, зависает. И начинает очень медленным образом опускаться вниз, как бы падая, но не очень быстро. А дым начинает идти вверх, и также языки пламени и огня начинают подниматься вверх. И такое впечатление, что вся ракета, вся ее нижняя часть загорается. Очень это хорошо видно вот на этих кадрах. Просто красная или краска что-то там загорелась и горит на этой ракете, друзья. Она опускается ниже. Тень на земле, а туч от всего ушла более-менее солнечная. Вот здесь очень интересные кадры. Когда ракета сейчас будет все ниже и ниже опускаться, мы посмотрим на ту площадку, откуда она взлетала. И вот здесь вот очень нам будет хорошо видно, после взлета было поле абсолютно чистое. То есть, желтые вот эти полосы ровненькие. А сейчас мы видим обгоревшие части на земле. Вот черный круг с дымом. Вот сгоревшая какая-то часть с дымом. Здесь очень много дыма. То есть, от ракеты отлетали внизу, ну не осколки, пламя, топливо сгоревшее. И зажигало все вокруг. Здесь находится какой-то склад белый. То есть, абсолютно нет никакой техники безопасности. Все вот это разлеталось в разные стороны. Здесь коровы убежали. Могло попасть и на животных, и на людей, и на всех. Очень странная стартовая площадка для испытаний. Фермеры или SpaceX выбрали, мне кажется, очень неподходящую зону для всего этого. Посмотреть, как это опасно. Потом они переводят нам кадры на эту ракету. Но для меня это реальная 3D-картинка, а не настоящая ракета. Потому что вот здесь облачность появилась ни с того ни с сего. Сильные тучи. А на самом деле ракета находится уже почти около земли. И вот сейчас, через некоторый момент, она приземлится. Вот мы сейчас увидим это наглядно. То есть это не облака на небе, а просто рядом с землей вот эта вот туча. И она уже опускается на землю. Садится, мы видим. Везде очень много дыма. И вот здесь интересный момент. Как только ракету окутывает полностью дым. Все, мы потеряли ее из виду. Они сейчас меняют картинку. И как будто вдалеке уже ракета. Вот она, в другом месте стоит. Дым рассеивается. Небо голубое. Очень интересные моменты ферма. И она стоит как будто бы на месте. Да, друзья? Но не все так просто. И все. Дым уходит в сторону. Сейчас мы рассмотрим каждый кадр. И увидим много интересного, что нам здесь не показали, друзья. Мы с вами посмотрим все это наглядно с помощью скриншотов из этого видео. Здесь первоначально установлена ракета. Очень хорошо видно всю эту стартовую площадку. Все расположение. Вот здесь вот она взлетает. Обращаю внимание, что при взлете она стоит на каких-то упорах. Вот упор и здесь вот упор. Видите? И вот эти ее четыре ноги. Но они в воздухе. Вот эти квадратные упоры. Чуть дальше вы поймете, что и зачем я это говорил. Она взлетает. Дым расходится в разные стороны. И здесь уже камера с другого места снимает. Потому что появляется вот эта водонапорная башня. Бегут коровки. То есть вы можете обратить внимание, при этом взлете с этой камеры здесь нет никакой водонапорной башни. На картинке следующей уже есть водонапорная башня. Значит уже они поменяли ракурс. Ракеты все выше, выше. Животные разбегаются. Вот пролетающая птичка, о которой я говорил. Реально летит птица. Но такое впечатление, что она летит перед ракетой, перед пламенем. Если посмотреть внимательно. Но зачем-то добавили они сюда птичку. Переводят кадры. Здесь видно убегающее стадо или коров, или животных. Или вот черные точки. Визуально кажутся. Ракета летит выше, поднимается. Достает определенные точки. В тысячу километров, как они написали. То есть сама останавливается. Тяга у нее уменьшается. И она плавно начинает опускаться или падать вниз. Опускается вниз. Коров на нижнем плане уже нет. Снимает ее опять с квадрокоптера или откуда-то еще. Вот это показывается. 3D картинка вообще не настоящая. Что это за облака, за облачность? Непонятно. То есть везде тучи. Как будто бы она приземлилась. И вот здесь сейчас будет самое-самое интересное. Вот она стоит. А дым расходится. И она внизу. Но давайте будем внимательны. Это я одну фотографию осветлил получше. Она остановилась. Дым уходит. А вот взлет. Теперь, друзья, посмотрим вот эти две фотографии. Вот это взлет. Вот она загорается. А вот приземление. Находите какие-нибудь отличия, друзья? Взлет. Приземление. Взлет. Приземление. Где вот эти вот подставки. Куда они исчезли, друзья? Куда исчезли вот эти опоры, на которых стояла ракета? Я не вижу. Может быть, они где-то там за дымом. Но я реально их не вижу. Если мы посмотрим все. Вот это приземление. Просто стоит ракета. Этот же куст. Эта же ферма. Но подставок снизу я не вижу. Может быть, они в клубах. А дыма здесь и огня. Я не вижу их нигде. А взлет был вот такой, друзья. Вот этот же куст. Вот эта же ферма. И так же все задымилось. И она улетела. Но после приземления подставки исчезли. Опоры. Куда все это делось, друзья? Куда? Ответьте мне, пожалуйста, на этот вопрос. И как вы думаете, реально это все или нереально? Настоящий этот был старт ракеты? И зачем он был сделан в полях, где сажают фермеры? Для чего нам вся эта показуха? И что нам она вообще дает, друзья? Пишите ответы в комментариях. Я дал вам тему для размышления. Сам очень удивился этим кадром. Всем до новых встреч. Поехали. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok